Это спортивное известие. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Мужская сборная Харьковской области по водному полу стала серебряным призером чемпионата Украины. В 18 матчах харьковчане добыли 38 очков и опередили бронзовый Мариуполь на 23 балла. Чемпионом страны в четвертый раз подряд стали львовские динамовцы, набравшие 52 очка. Харьковский НТО ХПИ занял четвертое место. Александр Шариков продолжит выпуск. Камила Конотов выиграла в Ташкенте юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 килограммов. 20-летняя воспитанница Харьковского областного училища физической культуры и спорта, которая выступала в столице Узбекистана в статусе чемпионки Европы среди женщин, быстро дала понять, что поискать золотые медали соперницам стоит в других местах – на Ташкентском помосте имени Рожица. Последовательно подняв в рывке 89, 93 и 96 килограммов, Конотов опередила ближайшую соперницу на 6 кило. По аналогичному сценарию события развивались и во втором упражнении – толчке. Зафиксировав в финальной попытке 116 килограммов и завоевав вторую малую золотую медаль, ученица заслуженного тренера Украины Валерия Никулина установила юниорский рекорд мира вдвоеборье. Новый ориентир для желающих его превзойти теперь составляет 212 килограммов. Собственный лучший результат, показанный на апрельском чемпионате Европы, Камила Конотоп улучшила на 4 кило. Серебряную бельгийку Нину Стеркс обошла на внушительные 14 килограммов. Ставшую третьей румынскую спортсменку Андреа Катруту на 24. Во втором туре чемпионата Украины по регби 15 мужской суперлиги Олимп встречался в Киеве с местным политехником. Соперник средний, звезд с неба не хватает, но старательный. Во всяком случае взять столичную команду малой кровью харьковчанам не удалось. И киевские регбисты проявили упрямство, и подопечные Валерия Качанова не торопились форсировать события, зная, что все равно выиграет. В первом тайме Николай Кирсанов, Вячеслав Пономаренко и Алексей Новиков занесли три попытки. Владимир Войтов одну из них реализовал. Хозяева ответили штрафным. 17-3 для Олимпа – это непривычно мало. Отдохнув, харьковчане заметно приумножили свое богатство и завершили встречу со счетом 36-3. Это третья победа Олимпа в трех матчах. В турнирной таблице действующий чемпион занимает с 15 очками второе место. Лидирует одесский Кредо 63, который набрал 23 очка в пяти играх. Андрей Земнох вышел сегодня в парный четверть. Финал юниорского турнира ИТФ, который начался в Тбилиси. В стартовом матче воспитание Харьковского теннисного клуба «Уникорты» белорус Тихон Федоров обыграли хозяев «Корта» Георгия Гургадзе и Константина Гагелию дважды по 6-3. За выход в полуфинал Земнох и Федоров, посеянные под первым номером, сразятся с российско-казахстанским дуэтом. На базе Харьковского городского велоцентра состоялся первый этап Кубка Украины по велотриалу. Это экстремальная неолимпийская дисциплина. Главной целью является прохождение серии препятствий на специальном велосипеде, не опираясь на них ногами и руками. Харьков национальные соревнования по велотриалу принимал второй год подряд. В новом сезоне организаторы усовершенствовали трассу, подготовив для участников немало сюрпризов. Добавили некоторые препятствия, изменили подкаты к старым препятствиям, то есть услышали отзывы ребят с прошлого года, то что им хотелось бы изменить, им хотелось бы улучшить. Постарались в этом году встретить их как бы совсем уже подготовленным абсолютно к соревнованиям. Сложно, конечно. Плюс как бы добавляет то, что уже сказали, что не раскатаны, не подготовлены, то есть зимой все, грубо говоря, спят, а уже под конец сезона не раскатываются все люди. Как бы оно полегче получается. Ну, конечно, страх был, но как бы если выполнять все по порядку, то есть там сначала баланс, потом некоторые такие небольшие высоты, то в принципе все это можно выучить и в принципе страха потом не будет. Главное, научиться падать правильно. За награды стартового этапа Кубка страны в трех категориях сражались экстремалы из 14 городов. Трасса была разбита на 5 секторов, которые участники преодолевали дважды. Для элиты это была квалификация, в финал выходили 6 лучших спортсменов. Именно в элитной категории харьковчане и одержали единственную победу. Статус главного фаворита подтвердил действующий чемпион и обладатель Кубка Украины Владислав Черныш. Ставший во вторым Константина Цимбала из Николаева, один из организаторов харьковского этапа, опередил на внушительные 160 очков. Здесь нужна взрывная сила, резкость, потому что мы прыгаем в высоту, прыгаем в длину. Здесь должен быть баланс, контроль велосипеда развит. Здесь очень много эстетической нагрузки при прыжках на заднем колесе, стояниях. То есть это целая вот такая вот связка и каждый райдер берет своими сильными качествами. То есть проходить можно по-разному. Кто-то проходит за счет силы, кто-то за счет выносливости, кто-то контролем берет. И поэтому даже интереснее этот спорт как нам участникам, так и зрителям. На бронзу в родных стенах выступили Александр Мартыщенко и Кирилл Прошин, которые стали третьими в элитной категории среди аматоров соответственно. Выиграл любительские соревнования Константин Горковенко из Запорожья. Киевлянин Сергей Кравченко первенствовал в категории «Эксперты». Второй этап Кубка Украины по велотриалу состоится в середине июня в Запорожье. Елизавета Жарко и Мария Столяренко стали бронзовыми призерами этапа Кубка Европы по бадминтону, который состоялся в Словенском Мориборе. В женском парном разряде воспитанницы Харьковского бадминтонного спортивного клуба преодолели три круга, а в полуфинале уступили будущим победительницам турнира из Малайзии в трех партиях. 21-13, 13-21, 12-21. Еще одна харьковская пара Полина Бугрова и Яна Сапко остановились в четвертьфинале. Также Бугрова стала четвертьфиналисткой в одиночном разряде, Столяренко выбыла во втором круге. Сегодня все о спорте. Удачи вам, хороших новостей и будьте здоровы!